Полезный город Способ сбора денег, конечно, должен быть добровольный, но само население никогда бы не собирало бы эти суммы. В добровольном порядке. В добровольном порядке, конечно, да. Мне кажется, все-таки нужно было собственникам отдать на откуп, утверждать те суммы, которые они готовы собирать, потому что очень много домов в городе, у которых уже просто собрано по 8-10 миллионов, они не знают, куда их деть. Допустим, новые дома, которые в 2014 году, в 2015 году ввелись в эксплуатацию и с них собирали деньги, действительно им нечего сейчас на данный момент делать. Затормозить-то этот процесс можно? Ну, конечно, можно. А как это можно сделать? Это можно сделать через решение общего собрания, прийти в фонд капитального ремонта, показать, что капитальные ремонты у нас 2030-2040 года, и, соответственно, вот такая-то сумма у нас уже собрана, и фонд приостановит этот дом на начисление сбора на капитальный ремонт. Прецедентов мало, но сейчас вот в этом году, наверное, их будет больше. Именно вот поэтому много нюансов, много проволочек, которые говорят о том, что не все еще у нас доработано по фонду капитального ремонта. А вообще вот фонд, он каждый год стабильно не выполняет планы. Почему, на ваш взгляд, так все? Мне кажется, планы слишком глобальные. Каждый год у нас дорожают материалы, а, допустим, проектно-сметная документация сделана там на несколько лет, на год, может быть, раньше. Соответственно, уже подрядчик, видя эти сметы, видя эти проекты, понимает, что он не уложится в эти суммы. Также планы-то должны были быть сделаны именно исходя из того, сколько есть рабочих рук в Кировской области. Мне кажется, нужно больше фонду капитального ремонта работать на перспективу, больше привлекать людей, которые учатся на определенные рабочие профессии. Это штукатуры, маляры, это сантехники, электрики. То есть вообще, в принципе, кировчанам лучше иметь свой счет и сотрудничать с компаниями напрямую или через фонд работать? Все зависит от того, какой дом. Если дом большой, собираемость на капитальный ремонт большая, почему бы и нет? А если дом маленький, просто физически не собрать эти суммы на капитальный ремонт, конечно, лучше тогда на фонде все средства аккумулировать. В любом случае, все идет на благо Кировской области, на благо собственников. Без фонда капитального ремонта не было бы таких изменений, которые мы сейчас по городу, в принципе, видим. Фасады ремонтируются, меньше проблем с инженерными сетями, меньше жалоб. Если бы этого ничего не было, конечно, сейчас бы была авария за аварией, до добра бы не довело. Полезный город Всю дополнительную информацию можно получить на сайте капремонт 43 по адресу труда 37 в Кирове или по телефону 999-299. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok